Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня мы с вами начинаем давно обещанный мастер-класс по малинке из бисера или бусин. Вот здесь у меня композиция с ромашечками. И сегодня с вами мы будем плести листики. Начнем листики. Объясню почему. Во-первых, потому что я начала серию уроков по бисероплетению для новичков именно по французскому бисероплетению. И эти листики по малинке мы как раз будем плести в этой технике французское бисероплетение. И для начинающих это будет очень полезно. Это будет закрепление материала. Ну а для тех, кто уже знает, как плести, то еще раз повторите. И также, когда у вас уже будут листики, после того, как мы сплетем малинку во второй части, вы уже сможете оформить веточку. И у вас уже получится настоящая декоративная веточка, которую вы можете использовать либо в бижутерии, либо сделать еще что-то, заколочку какую-нибудь, либо какую-нибудь уже композицию готовую. Так что приступаем. Начинаем делать листики. И вот, для примера, я вам показываю веточку. Веточка малинки у нас будет состоять из трех листиков. Верхний листик будет чуть побольше, не намного, но побольше. А два боковых, они будут чуть поменьше, но от друга по длине они не отличаются. Итак, начинаем плести листочки. Итак, я сейчас отдаю камеру своему оператору. Вот так. Итак, для большого листика на ось, я уже сплела, чтобы сэкономить время, на ось мы набираем 2 сантиметра бисера. Зеленого бисера. Плетем мы это все на проволоке 0,4 миллиметра, номер 26. Все листики. Для данного мастер-класса я использовала микс из бисера светло-зеленого и темно-зеленого. А до этого в композиции вы видели из темно-зеленого тоже микс, но он более темный, как вы видите. Итак, значит, на ось для большого листика 2 сантиметра бисера. И делаем 4 пары дуг. С одной стороны 4, с другой стороны 4. И затем кончик проволочки, хвостик, мы не обрезаем, оставляем его длиной примерно 30 сантиметров, потому что мы будем плести вот это вот кружево. Здесь уже у меня кончики обрезанные, а вот здесь вот листик. Вот у меня как раз проволочка оставлена 30 сантиметров для того, чтобы мы сейчас делали с вами кружево. А для маленьких листиков на ось мы набираем 1 сантиметр бисера. Вот один уже маленький я сделала с кружевом, а сейчас мы с вами будем делать второй. Итак, после того, как вы сплели все три листика, один чуть побольше, ось 2 сантиметра, 4 пары дуг, и два чуть поменьше, ось 1 сантиметр бисера, тоже 4 пары дуг, 4 дуги с одной стороны, 4 с другой, мы начинаем с вами делать кружево. Это имитация таких, как бы сказать, неровностей на листике. Они не то что остренькие, но мне больше напоминает кружево. Итак, как я уже сказала, у всех трех листиков оставляем примерно 30 сантиметров свободной проволочки. И что мы теперь начинаем делать? Набираем примерно 5-6 бисеринок. Для большого листика это может быть 7-8 бисеринок. Набрали. И теперь подводим под бисеринку последней дуги, заводим ее. Примерно плетем так же, как в фиалочках. И вот на уровне, где у нас последняя бисеринка соприкасается с предыдущим рядом, мы выводим нашу проволоку поверх. И вот отсюда мы уже с вами начинаем плести кружево. Каждое кружево, а каждый элемент состоит из 5 бисерин. Это будет так всегда, по ходу листика. 5 бисерин, схема. 5 бисерин через 5. 5 бисерин через 5. Что это значит? Это значит, что на кончик проволочки мы набираем 5 бисерин. Затем на последней дуге мы отсчитываем 5 бисерин. Вот от начала того, где мы обогнули последнюю дугу. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь вот, где у нас светло-зелененькое, мы заводим снизу под последнюю дугу. И выводим сверху, закрепляем, затягиваем, выводим сверху. И у нас получается вот такое вот кружево. То есть оно как бы практически примыкает к оси, но имитация неровности листочка будет. Все, что это мне нужно. Мне зазоры не нужны. Опять набираю 5 бисеринок. Вот мне здесь оператор говорит, можно чуть увеличить. Так, опять 5 бисеринок. Набрали. И опять через 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот через эту вот бисеринку. Заводим снизу, выводим сверху. Затягиваем. И получается вот такое вот кружево. И здесь у нас еще получится один элемент кружевной. То есть у маленьких листочков, я заметила, будет где-то 3 вот таких кружевных элемента, а у большого 4. Еще 5 бисеринок. Здесь бисерин большой попался. 1, 2, 3, 4, 5. Вот за темно-зеленую. Только за последнюю дугу, конечно. Снизу вверх. Затягиваем и вот так выводим. Когда вы сделали на маленьком листике вот этих 3 кружевных элемента, вот здесь наверху мы не делаем. Мы просто набираем бисер и делаем заостренный верх. Как делать заостренный верх? Для новичков, те, кто не знает, пожалуйста, смотрите мой урок о бисероплетении. Уроки для начинающих. Листик заостренным верхом. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет центр. Раз, два, три, четыре. То есть еще одну бисеринку нам нужно набрать, чтобы отсюда уже с этой стороны начинать плести так же кружево. И смотрим, с какой стороны. Вот так здесь мы сделали. Посмотрели, все красиво. И начинаем набирать 5 бисеринок. Я использую машинку для того, чтобы сэкономить и ваше, и мое время. Раз, два, три, четыре, пять. Вот перед матовой зеленой, если вы видите, я должна сделать первую кружевную часть. Затянуть ее. Зубчик. Ну да, вот зубчик, точно. Зубчик, вот мне здесь мой оператор говорит. Зубчик. Профессионал. Профессионал, да. Я, конечно, прошу прощения. Иногда бывают у меня такие вот задержки. Я начинаю думать, а как же это сказать по-русски? Все-таки проживаю я в США, и очень много я говорю на английском. Дома мы говорим на русском, но по работе мне приходится говорить по-английски. И поэтому иногда очень тяжело сразу подобрать нужные термины. Поэтому прошу прощения, если я по несколько раз что-то говорю, или какие-то, может быть, иногда ошибки делаю я. Не от необразованности своей, а просто потому что... Да, говорю на английском очень долго и часто. И вот последнее, третий такой, как, скажем, зубчик или кружевной элемент, мы делаем на этой стороне. Я еще раз говорю, три с этой стороны, три с этой для маленьких листочков, и четыре зубчика с каждой стороны будет для большого листочка. Все, сделали три таких зубчика, а дальше мы просто набираем там 4-5 бисерин, или сколько там нужно, и завершаем наш листик. Завершаем наш листик. Так, вот здесь надо скрутить. Скруточка нужно обязательно, чтобы сделать, чтобы закончить листик, скруточка обязательно должна быть под листиком. Так, все, вот одно я лишнее взяла. Оборот, раз, два, достаточно. И еще раз, обращаю ваше внимание, что петельку мы разрезаем не внизу, посередине, а вот так сбоку у нас получается за счет этого ровный потом стебелечек у листочка или лепесточка. Все, вот такой листик у нас получился. Теперь у нас два вот таких маленьких боковых листика и один большой. И, как я уже сказала, раз, два, три, четыре таких вот зубчика у большого листика, который из оси 2 сантиметра состоит. Раз, два, три, четыре с этой стороны то же самое. И по три зубчика у маленьких, ось один сантиметр. И у того, и у другого листика, что у большого, что у маленького, четыре пары дуг. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можете прошивать, в принципе, можно не прошивать. Я, даже я прошивать не буду, потому что еще раз говорю, как я уже говорила в мастер-классе по фиалкам, вот за счет этого кружева, за счет этих зубчиков, у вас дуги не расходятся. Тем более, если вы придаёте значение, плетёте аккуратно, никуда не торопитесь, не спешите и придаёте значение тому, чтобы поправлять в ходе плетения все дуги так, чтобы они плотно прилегали к друг другу. А теперь, что вы делаете? Вы обматываете самый большой листик вниз на 3 сантиметра. Аккуратненько обматываете либо ниточкой мулиной в 3 сложения, в 3 сложения, либо флористической лентой. И после того, как вы обмотали вниз на 3 сантиметра, я покажу на этом листике, вы просто с двух сторон прикладываете два маленьких вот этих вот листочка поменьше. И дальше делайте обмотку вниз. Ну, наверное, вот здесь вот у меня сантиметр на 4-5. Больше вам, в принципе, не надо. И у вас получается вот такой вот готовый элемент. Сделать можно таких листочков сколько угодно. Здесь вот у меня в композиции их очень много. Я даже и не знаю, как их посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где-то 8, наверное, а то и 9 у меня вот таких втройных листочков. Так что делайте сколько хотите. Еще раз повторюсь, чем больше зелени, тем лучше, тем живее, органичнее, более натуральнее смотрится ваша композиция. Ну что ж, я надеюсь, что все понятно и доступно. И также надеюсь, что вам понравилась первая часть этого мастер-класса, вам понравилось это видео. Пожалуйста, обратите внимание на то, что вот эти вот кончики я оставила. Я их просто потом уберу. Я не буду сейчас вам показывать, как их заделывать, потому что я уже говорила о том, что я сделаю специальный урок для новичков по бисероплетению, как заделать вот эту вот проволочку, вот этот кончик. Поэтому либо делайте, как вы хотите, либо ждите этого урока, он будет совсем скоро, и вы тогда сможете все сделать, все завершить. Ну что ж, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что непонятно, пожалуйста. Я всегда буду рада ответить и помочь. И до встречи во второй части нашего мастер-класса по малинке. Мы с вами будем плести ягодки и чашелистики. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok